Дед Мороз приехал в Рязань из Устюга, рассказал, что 18 ноября отпраздновал свой день рождения, зажег первую новогоднюю ель в Устюге и дал старт новогоднему путешествию. Был уже в Якутии, был в Шаркане, в Удмуртии, был в Ядских полянах, был в Волонсе, был в Воронеже. Много городов объехал, но много еще предстоит сделать. И завтра уже я буду в Самаре, послезавтра в Тольятти. Так что до Нового года я еще сделаю много хороших, добрых дел. Визит главного Деда Мороза страны стал центральным событием праздника. В новогодней деревне открылась резиденция главного волшебника. Сразу после открытия к нему выстроилась очередь из желающих. Дед Мороз, желаю тебе хорошо отметить Новый год, который ты придумал поздравить ребят маленьких и больших. И всего хорошего. Рассказывали стихи, пели песни. Каждому гостю Дед Мороз со Снегурочкой вручили грамоту, билет на мастер-класс и расписание работы новогодней деревни. Мы все-таки надеемся стать новогодней российской столицей. Поданы все документы областного центра для того, чтобы мы стали достойны следующим кандидатом после Тулы. К празднику в лесопарке залили каток, установили горки для детей и взрослых, открыли сувенирную лавку. Анастасия пришла с дочерью Мирославы и сыном Виталием, чтобы отправить новогоднее послание. Писали письмо Деду Морозу и сегодня отправили. Ребенок ждет чудо, ждет подарков. Дед Мороз, что за кукол? Дети! Для кукол, да? Поздравить с открытием новогодней деревни жителей Рязани приехала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская. Деревня будет открыта для вас все выходные, все бесплатно, для того, чтобы наши детишки, родители, гости нашего родного города получили максимальное удовольствие, праздника, счастья, новогоднего настроения и, конечно же, исполнение всех заветных желаний. Рязанцы, посетившие новогоднюю деревню, получили заряд праздничного настроения. Замечательная новогодняя деревня, нам очень нравится, очень красиво все украшено. Прекрасно, удивительное впечатление, на самом деле атмосфера замечательная, детей много, все радуются, в горках понравилось. Новогодняя деревня будет работать каждый день, начало мастер-классов и развлекательной программы в 18 часов. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».